Итак, дорогие друзья, мы сейчас разберем вопрос человека, в принципе, человека, который изучает джанго. Назовем его «человек, изучающий джанго». Он не назвал себя, поэтому я решил ответить на эти вопросы, потому что они интересуют многих. Но начну я с вопроса номер два. Какой нужен минимум знаний, чтобы учиться на вашем курсе? Заметьте, человек хочет стать профессионалом, но поговорим об этом позже. Какой нужен минимум знаний? А я вам сейчас покажу, а вы сами делайте выводы. Сайт spb-tut.ru Итак, на главной странице «Вот о нас» пишут код. Промотайте и найдите слова «Не делаем это, не пишем годами» про Диму Свайтернато. Вот сейчас, на данный момент, если набрать Дмитрия, да, его логин. Кстати, именно так я вам рекомендую начать учиться в школе. Когда вы набираете не ник человека, а ники человека, вы увидите вот здесь, да, если вы найдете отзывы, да, вот это ребята, которые учатся. И здесь, допустим, их ники я ставлю. Да, вы можете набрать и посмотреть, вот как они двигались, что они делали. И что я хочу показать. Вот он уже очень много помогает ребятам. Например. Ну, многим помогает. Например, там работают с Аркварт, да, и он показывает, да, Артуру, что надо почитать бы C++. То есть, все по-разному. Но это сейчас. И вот что интересно. Вот Дмитрий пришел. До этого три года работал с PHP, GS. То есть, через пять месяцев он начал описывать файлы. Это была кропотливая работа, шаг за шагом. При этом у Дмитрия было четкое понимание, что я иду за определениями. Это тот момент, когда начало все становиться на места. Например, читаем. Минициализация экземпляра класса с одним позиционным параметром. Атрибут класса равен значению параметра up. И так далее. Потом было несколько месяцев путаницы. И потом наступил момент, когда Дмитрий начал писать. Это то же самое, как научиться ездить на велосипеде. Вот к этому моменту, вот эта основная задача, да, надо и привести человека. В этом и суть школы. И потом Дмитрий пишет. Так все понятно. Он написал много статей, как в жизни все это видел. Иными словами, понятно. И самое главное, что он написал, это же все на поверхности. Всегда было перед глазами. В этом и сложность изучения языка, что все на поверхности. И вы все это прекрасно знаете. Только никак не соотноситесь с языком. В описании я вам дам статью на ссылку, да. Вот человек написал комментарий. Изучаю JS самостоятельно, я его не знаю. Не могу писать, хотя все знаю наизусть. Понимаю код и читаю. Я ему описал две ситуации. Они стандартные. Вы их почитаете. Все сами поймете. Тут описано два подхода на простом, обыденном языке. Поэтому, отвечая на вопрос, какой минимум знаний, чтобы начать учиться на вашем курсе, у вас есть вообще уровень знаний, ничего не знаю, либо каша в голове. Вот как я определяю. По-другому не будет. Недавно пришел человек буквально на днях. И я вставил его комментарий. Чингис зовут. Вот он пишет. Я нашел вашу школу в YouTube год тому назад. Смотрел уроки, но маловато было. Натолкнули на мысль сфокусироваться на функциях. Разложил все функции и дандер-методы. Сделал прогресс по сравнению с тем, что было. Иными словами, воспользовавшись моими знаниями, он уже достиг прогресса. Но стоят вопросы. В конце он пишет. Но писать не начал. Теперь смотрите. Вот вы пишете. Закончил книжку для начинающих поджанга. Вопросов осталось много. О четкости знаний не осталось. А их не должно быть. Ни в этом случае, ни в этом случае. Сначала надо понять, что такое школа. Ссылка тоже будет в описании. Да и искать то не надо. Когда вы начинаете читать отзывы, тут не надо видеть, вот какой был сыновский хороший. Обратите внимание на ту вещь, что каждый из ребят писал об одном и том же. Начало получаться, когда изменил подход. То есть, ко мне приходят люди для того, чтобы изменить подход. Этот подход не меняется одноминутно. Например, если взять Дмитрия своей торнадо, это сообщение с группы. Он пишет. Да, Валерий, все верно. Вначале вы показали мне функции Python, JavaScript и других языках. Потом обратили внимание на чтение документации исходного кода. Я впервые от вас узнал, куда смотреть, на что смотреть. Сегодня этот человек работает в JavaScript, C++, Lua. Я ему показал, и ему понравился Луа. Дальше Python. Ну и, понятно, PHP по работе. Вот эта ссылка будет в описании. Не надо представлять школу вот так, как устроено большинство курсов. То есть, вы пришли, проделали определенные уроки. Определенные уроки работают, например, к урокам Django 4, Django 5. Где освещается одна и та же тема. В Django 4 мы очень долго разбирали, как работает Django. Django 5 это просто продолжение того же проекта. Но уже со знаниями. Я покажу, какие знания дальше нужны. Вы можете открыть Django 5, просто запомните это. И здесь есть несколько видео, они бесплатные. И вы посмотрите, какие вещи крутые мы сразу начинаем делать. Это работа с пользователем. То есть, когда мы начинаем работать с социальными функциями, нужными для каждого проекта. Ведь в каждом проекте вам понадобится что? Чтобы был определенный пользователь, чтобы отделить там статьи пользователей от других, чтобы распределить права и так далее. Но к этому надо подходить с пониманием. Совершенно другим. Вот это все мы взяли в Django 4. В Django 5 изменилось, я написал видео на YouTube. Изменилось, стало больше асинхронной. Перевести проект на Django 5 проблем не будет. Вы себе записывайте, помечайте, потому что забудете. Это важно. Когда вы откроете возможность, то еще раз повторяю, что можно здесь заниматься по урокам. И делают так люди. Например, Django. Сам по себе Django, я еще не договорил. Есть то, что мы здесь работаем в документации исходным кодом. Я учу конкретно в курсе, как работать в документации. Сразу отвечаю на ваш вопрос, который видел раньше. А все ли ролики одинаковые? Тут только 40 уроков на YouTube. Django 4 пишем сайт, который можно посмотреть. А там намного больше уроков. И там совсем немножко другое. Тем более, здесь начинается с сайта, а Django начинает с другого. Это просто посмотреть смысл. Дальше я видел у вас еще вопрос, чтобы к нему не возвращаться. А у вас на YouTube это контейнер. Здесь я в основном уроки, чтобы понять мою систему обучения. Подряд работать надо либо в школе, либо понять, как я говорил, в чем система. Да, мы определили Django, вы можете делать урок за уроком. Есть люди, которые вообще не смотрят уроки. Они приходят в школу, вот пишет человек, Валерий Иванович, я хочу работать у вас в группе. Приходит человек, и вот он начинает вкалывать. То есть, какой смысл? Вопрос за вопросом. Ему задаю, он двигается шаг за шагом, начинает писать. Есть также проект DevHackers в школе. Например, есть парень, который работает, ну, будем говорить так, серьезный инженер, который задумал проект, открытый проект, установить связь между носителями идей и производствами. Иными словами, вот такой продукт он задумал. Пришел второй человек, и он работает в документации, написал схему уже получше. Дальше просто идет работа уже к коду. То есть, человек вообще пришел разрабатывать свой продукт. Ему интересно, потому что мелочей разных много. Сейчас идет момент выбора языка программирования. Я не зря им задавал вопросы, и ребятам рассказываю, что они могут получить. То есть, по сути дела, поучаствовать может любой человек. Вы тоже можете разрабатывать свой проект. Иными словами, как вы посмотрите на школу, так вы и будете заниматься. Теперь давайте ответим на такой простой вопрос. Если вы хотите стать профессионалом. Вот смотрите. Вот Чингис написал, разложил функции и встроенные методы. Вы прошли книжку. Я понимаю, что в книжке вы делали следующим образом. Брали код, копировали. Там автор объяснял, этот код делает то-то, то-то, то-то. И у вас там открывала страница. Это тот уровень, на котором вы сейчас. Иными словами, вы научились копировать код. Если вы хотите немножко другого, то и заниматься надо немножко по-другому. Вот смотрите. Открою пример. Давайте я приведу пример, довольно сбитый, но то, что часто используется. Так, не то. Вот у нас Джанго. Я сейчас открою документацию и покажу самую часто используемую функцию, которую вы будете использовать. Самая часто используемая функция Джанго это GetObjectR404. Вы ее точно будете использовать очень часто, чаще, чем другие функции. Кроме этого, мы с вами сейчас откроем код этой же функции. Джанго. Вот она. И найдем эту функцию. Вот она. Так, не она. Вот она. Для того, чтобы начать ставить другие вопросы на место, давайте отметим этот вопрос. Я, ребят, потихоньку, кстати, приучаю работать с Vim или Emacs. Это SpaceMax, Vim плюс Emacs. Значит, смотрите. Вот вы пишите. Вот это отметим тоже. Я уже около года занимаюсь Python Джанго. При обучении, конечно, много вопросов. Таких, как нужный минимум языка для начала работы с Джанго. Но здесь я вам сразу скажу, но это не факт. Вам это не поможет. Начало работы с Джанго вообще это работа с классами. Ну, а работа с классами у вас в темный лес. Потому что единственное, что вы пойдете делать, это будете изучать на исследовании. И это будет неправильно. Вы знаете, сколько я задавал вопросы Дмитрию в свои торнадо, пока он дошел до атрибутов. Очень много. Ой, зря выдал. Ну, ладно. Я сейчас покажу на примеры. Работа с докой, глаза разбегаются. Вот Дмитрий, который я показывал, он работает с документацией. На Джанго я поместил курс Александра Смерика. Вот он пишет. Здравствуйте, прошел ваш курс. В общем, проходил несколько курсов, не получалось. После вашего курса пришло озарение. Теперь я кайфую от документации Джанго и Пайтона. Она просто эталон и так далее. Иными словами, в данном случае школа выполнила свою задачу. Какую? Человек начал писать, используя документацию. Это его была цель. Давайте отметим вот этот пункт, потому что он очень вас интересует. Но моя цель, сейчас я дальше буду по этому, стать профи, начать это делать правильно сначала. У меня вопрос, а что значит правильно? Ответ очень прост. Вы прямо сейчас можете открыть, ссылка будет в описании. Вот этот файл, я его дам. Здесь есть два варианта. Либо вы читаете код, либо вы не читаете код. Все. Больше нет вариантов. Если вы читаете код, значит все нормально. Если вы в исходный код не читаете и никак не понимаете, не связываете, как это связано с документацией, значит все дело плохо. Если вы не умеете читать вообще документацию и не понимаете там, это еще хуже. А здесь вопрос стоит по-другому. Ведь вы на самом деле вообще не знаете, что делать. Попробуем немножко прояснить это дело. Давайте. Я сразу буду задавать вопрос Чингизу. И сразу отвечаю на предыдущий вопрос. Школа программирования наше. Это не школа, где вы просто пришли и отсидели там 40 часов или там 50 или 60 и проделывали уроки. Здесь это пространство, в котором просто люди растут, опираясь друг на друга. Поэтому и Чингизу, и вам в первую очередь я рекомендую проделать ту же операцию, когда вы начнете заниматься в группе, что рекомендую другим ребятам. Сначала наберите некий ребят и посмотрите, как они двигались. Но не копируйте их. Я показывал это. Поехали дальше. Здесь написано GetObjectTor404. Далее. Чингиз, скажи, пожалуйста, почему вот здесь именно так? Я тебе дал задание. Какое было задание? Это относится и к вам, уважаемый человек, который спрашивает. Да, вы хотите стать профессионалом. Вот можете записать. Первая задача, чтобы стать профессионалом, вы должны научиться считывать моментально параметры. Это раз. Когда вы научитесь считывать параметры, у вас наступит вторая, откроется следующий шаг. Вы зададите вопрос, а почему именно так? Ведь здесь это очевидно, а вам нет. А представьте, вы делали уроки, а при этом открываете сходный код и вообще не понимаете. Вот здесь уместно будет сказать ответ на ваш вопрос. А какой бы уровень не был, можно взять абсолютно всех людей, которые читают книги, у них всех будет уровень один, как я сказал, каша. А здесь ведь написано очень просто. Здесь и ежику понятно, который немножко разбирается, что здесь будет поиск. То есть идет один позиционный параметр, иными словами, который должен быть передан обязательно. Дальше любые позиционные или иминованные параметры, которые принимают любые аргументы. Абсолютно верно. Следующее, что бы вам надо было посмотреть. Документация, в первую очередь, это дополнение через исходный код. Так, это я уберу. Документация нам не всегда понятна. После исходного кода вполне понятно, как выстроить свои знания. Сейчас мы дойдем. Ну, давайте посмотрим. Когда мы посмотрели на параметры, мы четко видим, что здесь будет поиск. У нас стоит вопрос, а поиск чего? И получаем ответ в комментарии. Джанго-разработчики, они очень крутые. Они всегда очень четко указывают. Мы видим три объекта. Стоп! Я сказал слово объект. А что такое объект? Я знаю, как вы ответите. А в Python все объект на этом забыли. К сожалению, это не входит, но чуть-чуть я приоткрою. Вот Михаил. Он решил заниматься сам. И эти ответы есть в группе. Я всегда задаю первый вопрос, а одни и те же. Функции, методы. Это, кстати, ответ на вопрос, чтобы стать профессионалом. Что общего между функцией, методами, экземплярами и классами? И сейчас я скажу, Михаил, у вас ответ есть. Но этого ответа опять у вас объяснение. А ответ я хочу услышать вопрос, почему это так работает. Иными словами, зачем это нужно? Вот мы сейчас с вами занимаемся как раз тем, что нам помогает читать код. И, чтобы вы поняли, это не берется с неба. Вот посидел, послушал. Это кропотливая работа шаг за шагом. Давайте откроем проект. Как видите, у нас в школе я всегда начинаю с параметров. Вот этот вопрос имеет очень кардинальное значение. Он просто экономит вам время. Большинство людей просто открывают документацию и начинают читать по порядку. Абсолютно бесполезное занятие. Кроме путаницы ничего не приходит. Тогда они думают следующим образом. Хорошо, я проделаю книгу. Опять ничего не происходит. Но давайте возвращаться к нашему коду. Если вы хотите стать профессионалом, то вам надо понять, почему происходит это, а не другое. И как я могу вот это использовать для того, чтобы писать хоть лучше. В учебнике вы видели примерно следующее. Что у вас есть там нечто, и оно делает то-то, то-то, то-то. А вопрос я задам так. А почему это происходит? Ответ очевиден, когда мы открываем исходный код. Напоминаю. Обязательно позиционный параметр. Здесь у нас любые. То есть будет поиск 100%. Дальше мы определились с объектами. Три. Теперь мы смотрим на эту строку, которая нам сразу дает ответ. Смотрите. Что вы здесь увидели? Я понимаю, что вы здесь ничего не увидели, что есть какие-то слова, знак присваивания и все. Давайте откроем лох. Вот здесь вы что увидели? Просто прочитали и забыли. Давайте откроем JavaScript. вы здесь что увидели? Опять что-то общее. Ничего не увидели. На самом деле все просто. Здесь надо было увидеть все лишь одно. Мы знаем, что у Python все объекты первого класса. И после этого все становится на свои места. Мы видим метод кересет. И ищем переменную. Объекты первого класса может быть все что угодно переменной, в том числе и функции. Мы находим эту функцию чуть выше, в которой есть тоже нами знакомый параметр класс. В данном случае эта функция возвращает, делает две вещи. Она возвращает значение по умолчанию. Видим наш класс. Дальше. Дефалт менеджер. Это то же самое, что object в джанго, если вы занимаетесь. И метод по умолчанию все. То есть выборка объекта, вывести все объекты. Если будет выборка, то выведет все, либо вернет класс. Все. Как нам связать вот это и вот это? А понимая, что это объект первого класса, мы смотрим уже, мы функцию мысленно убираем. Нас интересует только возврат. Раз. Два. Когда мы поняли, что эта функция будет возвращать либо объекты по умолчанию, либо сам класс, то нам становятся свои места. Мы четко можем теперь оперировать объектами. То есть нам, чтобы здесь разобраться, надо разобраться с тремя вещами. Модель, менеджер, кересет. Иными словами, вот здесь у нас появляется поиск. Если мы смотрим сейчас документацию, нам вполне становится понятно, именно это мы и видим. Класс это модель, менеджер, кересет. Да? Выборка объекта. Когда мы увидели, что здесь аркварт в поезд, мы действительно начинаем понимать, что вот он локап, вот он сам поиск. Но в принципе здесь и долго-то думать не надо. По одной простой причине разложите 10 камешков, и чтобы выбрать там пятый, или там пятый, шестой, седьмой, вам надо просмотреть все. Вполне логично, как жизнь. Поиск при помощи чего? При помощи фильтра. Выборки объектов. Понимание всего лишь одного принципа, что как работает объект первого класса, нам дало все знания. И они довольно просты. Вот мы взяли переменную пост. Если мы в этом моменте присвоили, и это читаем, значит, это нам может помочь что? Писать код. Абсолютно такой же принцип будет работать везде. Мы переменный пост присваиваем нашу функцию. Далее все становится понятно. Пост у нас модель, а дальше поиск. Причем мы можем смотреть шире. Вот вы когда читали, делали книгу, вы просто смотрели, скорее всего, так, что вот тут так написано, и тут я буду писать. То есть автор книги, либо чтобы уменьшить книгу, либо по незнанию, он не объяснял. А я вам скажу, что в Python это вообще не объясняют. То есть люди этого просто не знают. Причина в том, что объект первого класса это одна там из десятков технологий. Вот если бы вы открыли JavaScript, который я вам показал, там да. Там да. Почему? Потому что JavaScript вообще построен на объектах первого класса и объектах высшего порядка. Все. И поэтому они как раз таки об этом знают. Но когда вы зашли в тот же Python, это все забыли. Будут объяснять все как угодно. Что надо просто написать вот так и будет вот так. А если вы хотите стать профессионалом, то вам надо было разобраться с объектами первого класса. Но вот получается какая интересная вещь. Что вы начинаете понимать, что на самом деле объект первого класса, он одинаковый во всех языках. И теперь вопрос, когда вы понимаете его смысл, то какая разница, как он записан. Иными словами, вы начинаете понимать, что все языки схожи. Это начинает доходить только тогда, когда вы работаете с разными языками. Откройте луо. Мне бросилось в глаза все значения в луо первоклассные. Все, я получил ответ. Любой тип, я могу любой объект присвоить переменной. Иными словами, я получаю широчайшие возможности. И это используется. Это очень крутой язык. Смотрите. Ведь в любом языке это все одинаково. Пусть синтекс любой будет. Это я отвечаю на вопрос, если вы хотите профессионалам. О технике мы пока не говорим. И делать правильно пока еще тоже не говорим. Что такое правильно, это надо определять. Я это называю изменением подхода. Давайте закончим. мы посмотрели, что в исходном коде в исходном коде объект может быть тремя вещами. модель, менеджер, либо выборка. И как раз здесь научиться исключением, где мы видим, что проверяется. Сейчас не будем на это отвлекаться. Нет времени. Значит, получается, все становится на места. Тут немножко знаний Джанго. Самый простой способ это найти по номеру записи. База данных присвоивает ID. Со своей стороны Джанго присваивает первичный ключ. Как спорят ID и первичный ключ, посмотрите, в исходный кодек это одно и то же. Просто со стороны Джанго ID называется, со стороны базы со стороны базы Джанго ПК. Теперь смотрите, что происходит. Происходит поиск, то есть мы делаем запрос, модели и метод GET, то есть найти по конкретному номеру. Учитывая, что в Python все объект первого класса мы присвоили пост модели GET объект Тор 404. Мы можем зайти в исходный код и посмотреть, что с этого должно выйти. Давайте посмотрим. А здесь все четко написано. Пытаться вернуть объект по любым параметрам, именованным любопозиционным. То есть ограничений Джанго не ставит. По сути дела нам надо работать с тремя объектами и что вернуть. А каким образом вернуть этот GET объект? Понятно, что вернуть один объект, потому что это метод GET, то есть обращается к какому-то конкретному объекту. Сама выборка нам определена. Но сама выборка кересет, она будет еще в других если по умолчанию, она вообще выведет все объекты. Аль метод, да? Когда мы смотрим GET, при этом что это за метод GET? Это обычный пайтонский метод. Вот это пайтонская, вот это джангловская, вот это пайтонская. Это если вы заглядывали документацию, это тоже пайтонская. Ограничений здесь нет. Мы сразу понимаем, что мы могли искать по сути дела по заголовку, мы могли по словам в тексте, мы могли по дате искать, да как угодно. Просто вот такой метод, он вот проще всего. ID записи, да, вот так, да, хотя вы бы могли говорю, если бы делали сайт там посерьезнее, то сделать поиск, допустим, найдите по словам статью, найдите по заголовку, найдите по дате, как хочешь. Понимая, что когда мы присвоили значение, то мы уже ориентируемся на что? Только на результат, только на возврат. Получаем себе ответ. То есть вернуть надо объект. Мы мысленно убираем всю функцию и обращаем внимание на то, что вернуть. В этом смысл объекта первого класса. Именно так он работает. Скажите, пожалуйста, это сложно? Нет, не сложно. Теперь приходим к применению. итак вот мы сформулировали поиск. Дальше мы просто-напросто приступаем к тому, чтобы персонализировать. Ну, я не знаю, как слово подобрать. Получим. Мы что делаем? Берем нашу переменную пост, которая нам мы понимаем, что вернет конкретную запись. если записи нет, то вернет, что страница перемещена или удалена. Дальше мы видим лайк пост. Я сейчас не буду к этому обращаться, это не урок поджанга, но на самом деле это мы написали метод к модели. Так как модель это обычный класс, мы написали вот таким образом искать лайки. А дальше применили абсолютно то, что нам рекомендовала документация метод фильтр выборки объектов. почитать его тоже легко можно в Django. И здесь мы уже переходим к персонализации. Так как мы понимаем, что в модели пост он точно найдет запись по ID, то нам остается что сделать, чтобы эта запись принадлежала конкретному пользователю. То есть мы делаем запрос, указываем юзера, у нас он есть в таблице юзер определен, то есть в модели, и по ID юзера. Дальше мы дополняем exist, иными словами по-простому я рекомендую это использовать, если по-человечески сказать, это найти кровь с носу, если есть. Вот и все. Вот это я говорю, то есть я стараюсь говорить совершенно простым языком, вот это называется подойти профессионально и писать осознанно. Ведь все очень просто. Но чтобы это произошло, как я показывал у того же Дмитрия, это был период, где Дмитрий занимался и достиг сначала чтения кода. Откройте главную страницу. Вот здесь написано смысл моей системы. Документация, исходный код, начать с функции. Вы скажете, а почему начать с функции? Ребят, ну так все просто. Откройте файл и посмотрите, что там есть. А вы ничего не увидите, какой бы язык ни открывали, везде будут функции и методы. Причем это естественно. Я вам не зря рекомендовал статью, вот как раз тот момент, когда надо пойти ее и почитать. Это тот момент, когда ее надо почитать. Почему? А здесь описано два подхода. Вот подход, который вы изучали по документации, то есть по книге, приведет вас к тому, что вы сможете повторить то, что вы написали. Больше вы ничего не сможете, потому что вы просто не знаете как. У вас нет знаний по Python. Второе, я вам показал, что не бывает знаний по Python, узнаю Python, а в C++ ничего не понимаю. Не бывает. Если вы понимаете объект первого класса, то вы его видите абсолютно в любом языке. И это основная задача. Здесь написано два подхода, и они вам абсолютно знакомые. Один человек пишет наизусть все знаю, а писать не получается. Почему? Это примерно то же самое, что он на тропинке знает все травинки, каждый кирпич, каждый камень. А вторая ситуация, когда человек идет от действия, то есть от функции. ему надо сходить в магазин, он идет определенной тропинкой с определенным списком. В первом случае человек заостряется на каких-то деталях, но эти детали они сами по себе. При этом они не несут никакой смысловой нагрузки. То есть вот функция, то есть вот там тип данных, список, и вот он все понимает в этом типе данных, а применить и читать не может. Иными словами пустое время. С другой стороны, если вы вспомните в жизни, то вы все делаете как действие. Например, когда вы хотите поехать на трамвае, что вы делаете? Изучаете талончик? Это первый вариант. Либо второй вариант, что вы делаете? Просто у вас есть совокупность действий, которая должна вас привести к поездке, то есть функция в языке. Иными словами, вы выбираете маршрут, выбираете номер трамвая, выбираете то, чтобы поехать, то есть сам талончик, выбираете скорость движения, смотрите, сколько вы учли. И при этом в жизни любые действия вы делаете так. теперь показываю первую ошибку человека, который забыл, как забыл, сейчас вспомню, посмотрю, Чингис. Он сфокусировался на функции, разложил по полкам. А зачем? Он ставил вопрос. Так вернемся. Ведь в жизни у вас все это получается прекрасно. На самом деле, когда вы прочитаете статью вот эту, то здесь вполне понятна одна вещь, что во втором случае есть выходные параметры. Но ведь вы так поступаете в жизни. Единственное, что когда вы приходите в программирование, для вас это что-то новое. так вот изменение подхода в школе Бовсуновского, чтобы понять жизнь и код, это одно и то же. Просто назвать. Вот смотрите, в данном случае, когда Чингис пишет, что он изучил функции, но при этом не читает код и не знает, то вообще все дело простое. Здесь есть входные и выходные параметры. Представьте, если вы хотите пойти на рыбалку, но у вас нет ни входных, ни выходных параметров, но вы что-то там слышали, что пойти на рыбалку надо быть около реки. Вы присели к реке, выломали куст и сидите с ним. И потом говорите, странно, что-то рыба не ловится. И вот когда человек говорит, странно, все читаю, а писать не могу, но было бы странно, если бы мог. Когда у нас появляются входные и выходные параметры, то все становится на свои места. Если я хочу поймать щуку, значит мне надо спиннинг и надо блесна, и у меня надо навык, как этот спиннинг забросить, и мне надо река. То есть первое, что у меня было, это входные и выходные параметры. Входные параметры спиннинг, выходные щука. Тогда смотрите, оказывается, а что в языке что-то по-другому, тогда почему-то начинает становиться. Абсолютно эти входные параметры мы видим здесь. И почему-то здесь они написаны определенным образом. то есть это позиционный параметр, то, что вы должны были считать автоматом моментально. Только в программировании идет абстракция. Ведь здесь даются объекты, когда я спросил, а что такое объект, вы скажете, я знаю, поэтому все объекты. И на этом ваше программирование закончилось. Просто-напросто модель может быть статьи, модель может быть видео, модель может быть чем угодно. Нам важен факт самой модели. А персонализируем мы уже когда пишем саму модель. Всего лишь. Я вам немножко приоткрыл стать профи. То есть вот с чего с чего это начинается. Здесь можно спокойно уже отметить следующий пункт свою технику. Потому что многие допустим могут сказать так я сам пойму. Ребят, да не вопрос, только после 10 лет. Раньше не получится. вопрос в том, что техника к вам придет только тогда, когда вы спокойно будете читать любые языки программирования или большинство современных языков. До этого придется немножко попыхать. А в данном случае, допустим, если посмотреть, в данном случае, вот я рассказал про простую вещь, входные-выходные параметры. А до этого очень много еще вещей, которые надо прийти. Это не считая, что научиться читать документацию. Я это называю подход и порядок. Есть две вещи, которые могут вам помочь быстрее выучить язык. Это изменить подход и изменить порядок. Не зря я сказал прочитайте отзывы не потому, что Бовсуновский там хороший. А потому, что все ребята пишут одно и то же. Изменил подход, начало получаться. Если я нажму возможность, то можно увидеть совершенно прямые ответы, которые возможно вы даже пока не понимаете. Ведь вполне нормальная истина, которая здесь написана. измени подход и изменится порядок обучения. Вот пришел Чингис. Он может еще 10 книг прочитать, но от этого лучше не станет. А я ему дал первое задание иди учи параметры. Вот и все. Что будет дальше? Дальше я ему еще дал файл и сказал вот тебе исходный код напиши что знаешь. Как хочешь напиши. Вот он пришлет этот файл и напишет там что-нибудь. Мне будет понятно его уровень и понятно будет какой вопрос ему задать, чтобы он что делал. Все просто. Поэтому на данный момент на самом деле вот это что вы пишете свою технику это просто слова. Это бред. У вас есть сейчас техника которая вас привела к тому что вы читали книгу. Прочитали книгу, проделали и ничего не поняли. Вы выбросили в книге нет объяснений почему это работает. А программиста интересует почему это происходит. В этом смысл школы. Просто в данном случае человек написал что это абсолютно этот человек да этот парень Александр Смелик Саш напиши тебе будет за твой комментарий еще я забыл тогда хотел сказать напиши будет скидка на Жанга 5 этот парень разобрался с документацией да разобрался сделал то есть он работал вкалывал кроме этого смотрел что работает в группе и так далее просто я скажу проще это не техника это система работы с кодом это свод правил который помогает читать код если вы занялись книгу ну хорошо занялись книгу сегодня одно и то же прочитали книгу никаких знаний нет что вы будете брать вторую книгу будете и будет то же самое но ведь надо что-то изменить это и есть выработка системы работы с кодом я приведу совершенно простой безобидный пример но очень серьезный вот я открываю в школе есть еще проект DevHackers иными словами там ребята пытаются разрабатывать свой продукт но кроме этих проектов есть там вещи на которых там же есть обсуждение все можно на этот вопрос не отвечать что общего между функцией методами классами экземплярами хоть в школе Python и Django но мы работаем с разными языками в данном случае я всегда человека отправляю в C++ не обязательно на нем писать но вещи ключевые надо понимать в C++ здесь все совершенно очевидно смотрите Python лег для написания но очень сложен для понимания потому что все вещи они скрыты C++ все наоборот он легкий для понимания но труден для написания потому что много всего тогда открываем простой пример сейчас секунду вот Миша очень упертый человек это уже третья попытка он упорно не хочет смотреть хотя в группе есть правильные ответы но он послушал Диму с Вайтернадо что надо все-таки самому допереть у него стоит сейчас он пишет прекрасный код его с этим кодом возьмут на работу другой бы успокоился да не дурил голову ведь он во втором задании расписал как работают классы а я у него спрашиваю простой вопрос Миш почему это работает так зачем я у него задаю этот вопрос это кстати о том если вы хотите стать профессионалом ведь надо как-то изменить подход вот сейчас у вас есть что вы можете открыть учебник и читать его по порядку ну это будет каша это гарантия есть второй вариант есть четыре простые конструкции функции методы классы экземпляры они схожи в двух вещах если мы найдем эту схожесть то дальше у нас много чего станет на место нам останется понять разницу при этом в первом своем чтении Миша пытался объяснить по другому откроем это сейчас сложновато но просто я сейчас к тому что когда вы смотрите видео на ютуб чтоб вы понимали это срез знаний да допустим человек на данный момент а вы на данный момент не затягивайте ни до какого ни до Мишина уровня ни до какого у вас система работы с кодом пока выработана какая почитать повторить почитать повторить поэтому и непонятны эти видео они демонстрируют мой подход вот что надо смотреть а дальше важно быть в школе кто-то не нравится кто-то там говорит вот Буфановский такой хорошо ребят да проходите вима не у меня нет времени ходить там говорить плохо хорошо я говорю вот есть подход будешь писать если будешь заниматься вот и все теперь смотри дальше как только Михаил отвечает на этот вопрос я этим добиваюсь что он формирует свой личный порядок изучения языка ему и в голову после этого не придет взять пойти типа а потом буду-ка я сегодня проходить ф иф а завтра фор а завтра то-то и таких моментов много это я называю моменты поворот не туда вот совершенно простой пример совершенно реальный человек Рима пока не убрал позже точно уберу потому что большинство видео если так сказать смотрите я убрал с ютуба раньше было очень много видео порядка 80 видео я убрал с ютуба очень много видео вот так как я писал ребятам все они доступны теперь только для группы для участников школы вот Рима 90 дней и человек начал читать код но поворот не туда у нее был в чем он заключался во-первых когда она пришла когда она пришла а как раз этот момент я запечатлел вот она написала она пришла в тот момент когда то ли Катя рассматривали вот тот же вопрос что рассматривает Михаил да и на нее свалилась это просто груда информации а у нее в консекте было написано функция это фрагмент кода к которому можно обратиться в том что Буфсуновский говорит что параметры что объекты первого класса и так далее там ничего не говорилось потому что это не входило это надо заниматься человеком это разные вещи и она также занималась здесь только всего лишь фрагмент к ее занятиям но потом она начала читать код тем не менее ну захотите найдете почитайте у нее было это в своем каком-то исполнении понимаете так ну отвлекался немного значит смотрите конечно нет там есть 40 уроков на ютюбе но это всего лишь 40 уроков по джанго которые можно посмотреть подряд но они просто демонстрируют демонстрируют просто сам принцип домой но если посмотреть здесь курсы 4-5 5 это продолжение того же проекта но в джанго 4 мы больше занимались допустим самим джанго а здесь больше уже можно открыть посмотреть тут есть несколько бесплатных видео которые показывают чем будем заниматься здесь уже идет конкретно работа уже посложнее уже на другом языке я предполагаю что человек уже джанго владеет неплохо школа в первую очередь это не прохождение уроков что вы должны были понять это конфигурация пространства где каждый человек занимается совершенно разными вещами кто-то подтягивает python кто-то разбирается в javascript кто-то разбирается в c++ кто-то учится работать джанго все по-разному да доступ сейчас можно купить один раз к тем урокам которые вы купили он остается навсегда уроки добавляют здесь вы должны были понять что в школе не используется принцип как в большинстве случаев что есть преподаватель пришел человек начинает задавать вот бафсоновский скажи мне что такое функции мне это не интересно говорить я не буду здесь другой принцип вот чего у этого человека получилось да хотя мог уже быть на другом уровне натолкнули получилось разобрался сам здесь мы используем самый лучший способ вы разбираетесь на своем опыте значит объясняю смотрите вы разбираетесь на своем опыте что вас на самом деле интересует вот вы написали да что я там читал книгу что вы ожидаете от школы если вы хотите читать код то первое задание которое я вам дам это будет то что что-то описать когда вы его опишите даже если вы опишите я там знаю только деф то это будет начальная точка то есть откуда двигаться потом вы будете присылать следующий код следующий код следующий и через три месяца произойдет совершенно не чудо способом кропотливой работы вы начнете понимать код и как следствие начнете писать но это еще не тот момент когда человек понимает код я сказал он начинает писать он код понимает но объекты тип еще не будет понимать это то к чему надо прийти именно тот момент когда человек начинает писать в личку можно писать если только в личку это пожалуйста но для этого есть тогда индивидуальное обучение это дорого это очень дорого вот эти ребята которые я показывал в видео это все ребята занимаются в бесплатной группе иными словами принцип такой я помогаю участнику бесплатно потому что его его советы ему помогут многим другим ребятам которые не работают в группе но следят за группой решить свои проблемы с программированием это не заложено в школу это я просто помогаю бесплатно тем кто активно работает видно когда человеку это надо при этом не надо гнать просто надо делать в своем темпе да все ученики те кто есть отзывы эти все ребята сейчас в школе это как раз с теми ребятами отзывами которыми я занимался вот этот 2023 год и они здесь есть на проекте DevHackers то есть это все ребята которые сейчас вот на 2023 год они сейчас есть если мы берем допустим ту же Катю то мы набираем в группе допустим вот есть Катя да отзыв как она да вот вот Катерина Ангел да с этого я рекомендую делать открыли группу да и набрать посмотреть как Катя училась а у нее такие тернии да она неплохо очень да та же и вы найдете сообщение да вот как работала Катя да и так далее и так далее все это ребята которые сейчас были в 23 году где вот что я в странице на странице на первую засчитывал вот это сообщение да допустим это все я просто скопировал с группы да Валера все выначально указали функции и так далее то есть совершенно реальные люди которые занимались просто я всегда рекомендую у каждого у них свой путь свои какие-то ой заморочки и так далее все видео в основном которые на ютюбе я сказал это все бесплатная работа в группе там есть несколько видео но я сейчас не выкладываю индивидуальные я ответил на этот вопрос того как обычно вы считаете что вы задаете вопросы вам отвечают но вряд ли здесь никто вам не будет отвечать да вот Дима помогает помогает в каком смысле когда человек старается что-то делает да вот он вопрос то могут помочь кто что знает направить но вот просто вы записали а что такое функции то навряд ли вам кто-то ответит здесь лентяев не любят школа построена таким образом что при помощи вопросов я обычно направляю вы накапливаете свой опыт ведь на самом деле у вас же хватило совершенно сил пройти книгу хватило вопрос в чем стал вопрос в том что вы не знаете что дальше делать это то что вы ищете в школе это и есть только определяется это не с потолка что давайте проходить а когда вы присылаете домашнее задание и там написано ересь то я вам говорю просто здесь кол с минусом надо вот это учить и потом вы присылаете второе третье и так растете но при этом когда есть вопрос вам легко найти ответ это не это а при этом вы накапливаете свой личный опыт вы накапливаете свои знания но при этом вы идете в конце концов своим путем но цель общая сначала вы должны научиться допустим читать код это первое что вы должны делать как вы собираетесь разбираться в коде если вы его не читаете потом разобраться что это за объекты перед вами прежде чем разобраться что за объекты а что такое объекты потом разобраться оказывается дошли до классов а с чего начинать класс очень много вопросов очень много то что вы сейчас делали вы ищите на самом деле вы ищите сейчас как мне изменить порядок обучения чтобы понимать Потому что то, что вы написали, я хочу стать профессионалом, пока это слова. Они не подтверждены вашими действиями. Прочитать 10 книг, это здесь не работает. Программирование не работает, что я буду заниматься вот упорно год там читать книги, и я стану программистом. Если вы будете долбаться в одно и то же, то есть делать одно и то же, например, просто повторять, то ничего не будет. Если вы будете обходить документацию и исходный код, то тоже ничего не будет. Потому что работа программиста это в первую очередь документация и ее понимание. Если вы не понимаете документацию, то понятно, что вы не понимаете, что такое методы, что такое функции. Да, вы вроде там знаете, но вы же не читаете их, значит не понимаете. Одно скажу, что получается у всех, кто работает. Вот и все. Все, ребят. Я ответил на большинство вопросов, которые стояли. Так что школа это просто среда, где можно формировать себя как программиста. И можно по-разному работать. Так что spb-tut.ru и вперед. Самое важное, это быть в школе и заниматься. Видео длинное получилось. Подведем итог, краткий. Кто приходит в школу с целью начать писать код, и чтобы это было осмысленно, иными словами, код был от головы, с головы, а не лип к голове, то это получится. Просто вы можете это делать столько, так как доступ вы оплачиваете один раз, пока не получится. Второй момент. Для этого вам надо определиться, как работать со школой. При этом обращаю внимание. Помогаю в группе я бесплатно. Но помогаю тем, кто старается. То есть, если вы пришли, допустим, вот Буфсуновский, давай, вот. В школе оплачивается логин и пароль. Все. Вы платите за доступ. Дальше вы приходите в эту среду, где можно заниматься абсолютно разными вещами. Кто-то делает джанго. Кто-то вообще уроки не смотрит. А я говорю, приходят, и люди говорят, Валерий Иванович, я хочу работать в группе. И начинают работать. Просто. Я им дал задание, они прислали код. Дал задание, прислали код. Смотрят, через три месяца человек читает, потом начинает писать. У меня... Что у вас сейчас хромает? У вас есть своя система работы с кодом, которая заключается в том, что вы прочитали книгу и повторили. Вы ищете, как мне улучшить свою систему кода. То есть, как изменить подход. А я знаю, как это сделать. Вот в чем ценность школы. И вот в чем моя ценность. То есть, по коду я вижу, что у вас хромает. При этом я вам говорю. Вполне понятные вещи для вас и для других ребят. Что первое. Для того, чтобы начать писать, надо научиться читать код. Который вы всегда обходите. То есть, первое дело, вы перестаете обходить исходный код. И когда вы спрашивали, какой уровень. А какой бы у вас не был уровень. Если вы открываете исходный код и не понимаете его. То ваш уровень всегда будет каша и ноль. Вот и все на данный момент. Но это все можно изменить абсолютно легко. Если вы начинаете стараться и присылать задания, то я вас направлю. Потому что то, что вы ищете, есть у меня. Не потому, что я такой умный. А потому, что уже 15 лет я занимаюсь одним вопросом. Как научить человека писать код. Все. И каждый день этим занимаюсь. Вы на сегодняшний день не представляете, я вам задам вопрос, да, а когда вы будете писать. Вы скажете, ну, буду заниматься и буду писать. Это слова, которые ничему не ведут. Я вам скажу, вы будете писать в тот момент, когда поймете типы. На что вы можете сказать, а, я же типы знаю, я их изучал. Тогда я вам скажу следующий вопрос. А вы знаете, что, когда вы начнете сначала читать код, вы еще писать не будете. Вы просто будете читать код. Но писать не будете. Почему? Потому что тип, кто к чему вы должны прийти. Это абсолютно то же самое, что вы идете в магазин, приходите, покупаете продукты, выходите и понимаете, что у вас там 15 наименований продуктов в тележке, и вам надо донести. И вам не надо объяснять, что сетка это тип, вам просто нужно. Это просто необходимо. Вы покупаете пакет или берете сетку, перекладываете туда продукты и идете. Вы к этому пришли сами. И в жизни вы это прекрасно умеете делать. Программирование вы это не умеете делать. Поэтому приходите, в первую очередь, вы зачем? Затем, чтобы у вас был порядок, в каком вы будете изучать, для того, чтобы в первую очередь научиться читать код любой, понимать документацию, читать код разных языков, потому что вы будете выделять конструкции, например, такие, как объекты первого класса, которые одинаковы для всех языков. И так далее. А потом, уже после того, как вы начнете читать код, наконец-то вы начнете приходить к объекту, к типу, и потом скажете, боже мой, это всегда было на поверхности. Да, это было на поверхности. Но к этому надо прийти. И этим надо заниматься. И это в этом ценность школы Бавсуновского, что здесь это можно осуществить. Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать. Спасибо за доверие. Все точно получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!